Спасибо, меня зовут Соломонова. Я поэт. Я пишу стихи шести лет и впервые выложила их в интернет в 2001 году. Тогда еще не было ни высокоскоростного интернета, ни мобильного, был только интернет по телефонному кабелю. Кто-нибудь помнит? Поаплодируйте. И вот я вошла в интернет, нашла сайт стихи.ру и зарегистрировалась на нем. Мне было так страшно регистрироваться под своим настоящим именем Юлия Соломонова, я вспомнила, что у меня есть несерьезный псевдоним Соломонова, придуманный для театрального капустника. Ну, несерьезный псевдоним Соломонова. Что это такое? Как бы одиночество, одинокое одиночество такое. Я добавила фотографию, где меня было невозможно узнать, вот такую. И выложила стихи, но мне казалось, самые мои лучшие. Они назывались «Девушки, с которыми вы спите». И тут же вышло. Потому что было очень дорого. Поминутная тарификация. Три дня я набиралась мужества для того, чтобы войти и почитать, что мне там ответили. Вот эти миллионы, миллиарды людей, которые находятся в интернете. Я набралась мужества, захожу, никто не прочитал. И я расслабилась. И стала выкладывать свои стихи в интернет. Прошло уже, господи, очень-очень много лет, и теперь у меня на этом стихиру 300 тысяч считателей официально зарегистрированных. Они там официально регистрируют только поэтов. То есть 300 тысяч поэтов прочитали мои стихи. В ВКонтакте у меня 600 тысяч. А в Инстаграме уже, наверное, почти полтора миллиона. Спасибо большое. Я невероятно благодарна всем вам за то, что вы даете мне возможность заниматься моим самым любимым делом. Потому что даже если бы никто не читал мои стихи, как это было в 2001 году, я бы их все равно писала. А еще меня очень любят ругать критики за то, что я пишу слишком простые стихи. Ну как бы, они говорят, ну видно же, что есть техника. Почему такие простые стихи? Надо что-то посложнее. Но я считаю, что у меня моя, у меня собственная миссия. Пару слов о моей миссии. Вот как выглядит моя подписчица в Инстаграм. Это красивая девушка. У нее обязательно есть красная помада. Даже если сегодня, ну никак с красной помадой, потому что у детей идет саду утренник, это как бы совсем неприлично. Она есть и лежит в сумочке, потому что мало ли что. И у нее есть обязательно туфли на опасных высоких каблуках. Даже если сегодня никак на каблуках, они есть и стоят, и стоят в гардеробной, ждут моего концерта, чтобы прийти ко мне на концерт. Ищу у меня из фоточки в Инстаграме. Я сейчас вас научу фотографироваться в Инстаграме. А можно мне стульчик? Андрюш, брат, стульчик, сделай мне еще, пожалуйста, и нейр погромче. Я вам сейчас научусь. Для этого нужно будет немножко оголиться. Простите. Меня учила директор модельного агентства. Еще можно немножечко, немножечко. О, отлично! Учу всех фотографировать в Инстаграме. Даже если у вас длинная юбочка, юбочку нужно немножечко затрать. Содираем юбочку. Садимся. Одну ножку вытягиваем в сторону камеры. Вторую кладем сверху. Если сводит бедро, встаем, разлинаем бедро, то, которое свело. Но на всякий случай можно и другое ножку. Садимся. Ножку в сторону камеры. Вторую кладем неотзначально. Красиво, да? И расслабляем лицо. И вот у моей подписчицы всегда есть такая фоточка в Инстаграм. Очень красивая. Если спросить, дорогая моя подписчица, а какое ты имеешь отношение к философской лирике? Она скажет, никакого не имею. Что-то занудное из школьной программы. Но при этом, вот под этой фоточкой в Инстаграме у меня написаны стихи. Он говорит, как ты? Я говорю, трудное. Это действительно трудное расслабляет лицо. И вот это и есть моя миссия, понимаете? Мне очень часто пишут, что, вы знаете, мне в школе отбили всякое желание читать стихи. Я их ненавидела. А теперь мне кажется, что стихи – это здорово. Это современно, и это жизненно, и про меня. И вот это моя миссия, понимаете? Чтобы после меня появилась любовь к поэзии. И после меня мои читатели заново влюбляются и в серебряный век русской поэзии, и в золотой век, и даже цифровая поэзия, современные авторы. В общем, вот такая она для меня. Миссия. А теперь будет сарказм и немного генделя. Я и женщины, сады, и территориально. Чем солнечный на вид, тем более густые. В них столько красоты, и все так натурально, что каждый норовит забраться к ним в кусты. Есть женщины-дворцы, пентхаусы и виллы, наследницы семей, готовые к лельцу. Их стерегут отцы, и на хромой кобыли. К ним подъезжать не спей, получишь по лицу. И если обобщать, есть женщины-вокзалы, отдельная глава и знаковая роль. Им здравствуй, прощай, так много раз сказали, что верят не в слова, а в паспортный контроль. Есть девки-новостройки, свежи, разворщеки, они читы продашь, но продано не все. И как эти герои, есть женщины-хрущевки, все ждущие, когда шабяльных снесет. Есть женщины-шалек, есть женщины-фигвамы, шалер-реальность снять, сегвамы не сдают. Но некий поджалеть, по мнению моей мамы, жалеть надо меня. Я женщина-приют. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok